При переходе электронов в атомах водорода с четвертой стационарной орбиты на вторую излучаются фотоны с энергией 4,04 умноженная на 10 в минус 19 степени джоуль, зеленая линия водородного спектра. Определить длину волны этой линии спектра. Согласно постулату Бора, при переходе электрона с орбиты M, более удаленной от ядра на более близкую к ядру орбиту M, испускается энергия ΔW, равная произведению h на ν, где h это постоянная планка, а ν частота излучаемого фотона. С другой стороны, частота излучения ν равна отношению c к λ, где c это скорость света в вакууме, а λ длина волны. Таким образом, λ будет равняться c, умноженное на h, деленное на ΔW. Подставляя данные из условия задачи, получим, что длина волны спектра равна 4,92 умноженная на 10 в минус 6 степени метра. Определить радиус первой стационарной орбиты атома водорода и скорость электрона на первой стационарной орбите атома водорода. Заряд электрона E равен 1,6 умноженное на 10 в минус 19 степени кулон. Постоянная планка h равна 6,625 умноженное на 10 в минус 34 степени джоуль на секунду. k равняется 9 умноженное на 10 в девятой степени ньютон метр в квадрате, деленное на кулон в квадрате. Согласно постулату Вора, стационарными орбитами атома водорода являются орбиты, для которых m, умноженное на vn, rn, равняется n, умноженное на h, деленное на 2π, где m это масса электрона, vn скорость электрона на n-ной орбите, а rn радиус n-ной орбиты. Между ядром атома и электроном действует сила кулоновского притяжения. f равняется k умноженное на e в квадрате, деленное на rn в квадрате. Если электрон вращается вокруг ядра равномерно по круговой орбите, то кулоновская сила притяжения является центростремительной силой, удерживающей электрон по круговой орбите. То есть m, умноженное на vn в квадрате, деленное на rn, равняется k умноженное на e в квадрате, деленное на rn в квадрате. Откуда m, умноженное на vn rn, равняется k умноженное на e в квадрате, деленное на vn. Учитывая первое уравнение, получим, что k умноженное на e в квадрате деленное на vn равняется n умноженное на h деленное на 2π, а vn будет равняться k умноженное на 2π e в квадрате деленное на n h. Скорость электрона v1 на первой орбите равна k умноженное на 2π e в квадрате деленное на h. Подстановка данных из условия задачи даст для скорости электрона значение равное приблизительно 2,19 умноженное на 10 в шестой степени метра в секунду. Сколько энергии можно получить при расщеплении одного грамма изотопа урана 235, если при расщеплении каждого ядра изотопа урана 235 выделяется энергия 200 мегаэлектрон вольт? Число авогадро равно 6,02 умноженное на 10 в 23 степени моль в минус первой степени. При расщеплении N атомов изотопа урана 235 выделяется энергия E равная произведению N на E нулевое, где N – исходное число атомов урана. В одном грамме изотопа урана 235 содержится число атомов N, равное отношению Nа к А, где А равное 235 – это атомное число урана. То есть выделяется энергия E равная Nа деленная на А умноженное на E нулевое. Поставляя данные из условия задачи, получим, что при расщеплении 1 грамма изотопа урана 235 можно получить энергию, равную 5,13 умноженное на 10 в 23 степени мегаэлектрон вольт, или же 82 гигаджоуль. При образовании электрона и позитрона из фотона энергия фотона была равна 2,92 мегаэлектрон вольт. Чему была равна в момент возникновения полная кинетическая энергия позитрона и электрона? Если гамма-квант с энергией W нулевое превращается в пару частиц, то по закону сохранения энергии W нулевое равняется 2M нулевое С в квадрате плюс W1 плюс W2. М нулевое С в квадрате равное 0,51 мегаэлектрон вольт – это энергия покоя каждой частицы, где М нулевое – масса электрона, или позитрона. Полная кинетическая энергия позитрона W равна сумме энергий W1 и W2. Учитывая первое уравнение, для W окончательно получим W равняется W нулевое минус 2M нулевое С в квадрате. Подставляя данные из условий задачи, получим, что полная кинетическая энергия позитрона и электрона в момент возникновения равна 1,6 мегаэлектрон вольт.